В городе Артёме продолжается ремонт дорог. На этот раз повезло жителям улицы Интернациональная. Там в рамках программы по развитию и содержанию дорог местного значения ремонтируют ротуар и участок дороги от улицы Интернациональной до железнодорожного переезда. Здесь были заменены дренажные трубы водопропускные. Прочистка сливных призм была сделана. Сейчас отсыпаем скальным грунтом, делаем дренаж водопропускной. Щебеночная отсыпка и укладка асфальта. Интернациональная улица у нас, потом в Силинском улице ремонт и в поселке Заводском Московская улица ремонт. Фирма ООО «Технострой», выигравшая тендер, сейчас работает одновременно на двух объектах. Мы сейчас здесь вот этот участок отсыпаем, самый основной проблемный участок данного объекта. И параллельно будем вести работы по улице Силина в поселке Силинском. Если погода будет нам, так скажем, на руку играть, то успеем. Срок окончания всех работ на дорогах Артемского городского округа – октябрь этого года. Уже полным ходом идут работы по ремонту земляного полотна, системы водоотвода, дорожных одежд, автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием по улицам. Ключевая – Кооперативная, Вокзальная, Силина, Московская, Воснецова. Ведутся работы по ремонту земляного полотна, системы водоотвода с восстановлением профиля щебеночных, кровиных и грунтовых дорог по улицам 40 лет Октября, Амурская, Сучанского, Котовского, Вторая, Луговая, Донская, Добровольского, Гоголя. Заасфальтируют дорогу по улице Каширская, по улицам Счастливая, Дзержинского, Хасанская, Жамского, Пестеля, Воснецова, Волочаевская, Лунника, Первооткрывателей. В августе начнется ремонт земляного полотна и системы водоотвода. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости. Депутат Госдумы Владимир Новиков встретился с новым составом Общественной палаты Артема – почетными гражданами, представителями городских общественных организаций. Открывая заседание, председатель Общественной палаты Татьяна Данилова отметила, что такие встречи станут доброй традицией. Живой диалог депутата и общественников – это большой плюс для всего округа. Выступив с информацией о проделанной работе, Владимир Новиков подчеркнул, что депутатами Государственной Думы был принят закон по ускоренному развитию Дальнего Востока. Теперь все вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашего региона, его жителей стоят в приоритете. Владимир Новиков отметил, что такого внимания к нашей территории не было ранее. Закон депутаты приняли единогласно. Во время встречи поднимались вопросы о развитии местного самоуправления и гражданских инициатив, недоработок законов, в частности касающихся предпринимательства, газификации округа. Депутат отметил, что из-за финансовых проблем данная инициатива пока не реализована. Также общественников волновали вопросы работы МФЦ, сохранения экологии и многое другое. Вот недавно Госдума приняла закон, отменяющий бесплатный багаж в авиапереводах. Во-первых, значит, тот, кто летает и покупает билеты не экономического класса, то есть не в компаниях самых дешевых билетов, так называемых, да, Ну, обычно это делают путешественники, которые там взяли с собой рюкзак и полетели там по всему миру, значит, отдыхать. Ему много багажа не надо, но в стоимость билета, значит, по действующему законодательству, значит, багаж в любом случае его входил. Поэтому поднимали соответствующие вопросы. И компании вышли, значит, на Министерство транспорта, значит, они вышли с соответствующей инициативой. Депутаты посчитали, что можно пойти навстречу, но Аэрофлот заявил, что не будет менять тарифную свою политику, потому что его все устраивает. А, допустим, у Костер, который летает, Победа, да, называется, Крым, Москва и так далее, то для них, ну, пожалуйста, пускай убирают часть стоимости билета. Если кому-то надо будет провести багаж, ну, заплатишь за багаж. Председатель общественной палаты Татьяна Данилова пояснила, что в ходе таких встреч выстраивается взаимодействие депутатов федерального уровня с общественными организациями для решения важных проблем, касающихся самых разных групп населения. Мы рады за то, что Владимир Михайлович сказал о том, что наш город Артем, он постоянно приезжает как домой, ну, а мы этим будем всегда пользоваться. И, конечно, все те задумки, которые у нас есть, те проблемы, которые мы будем думать, обдумывать, может быть, писать это все, обращаться к нему. Луиза Сысоева, Иван Петров, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Два Камаза-щебня – это 20 с лишним тонн. Столько понадобилось для благоустройства отдельно взятого пешеходного перехода с улицы Братской на Днепростроевскую в поселке Артемовский. А еще активность и неравнодушие членов Совета территориального общественного самоуправления Артемовский и добрая воля спонсоров. Обратились к нашему депутату законодательного собрания Игорю Владимировичу Шафлеру. Он нам, как всегда, не отказал в очередной раз, предоставил нам щебень. Управление благоустройства наше предоставляет, предоставил нам технику КамАЗ, которую мы загрузили этот щебень, значит, привезли его. Сегодня нам также дают грейди. Хорошо, что сейчас нам выделяют деньги. Выделяют, и поэтому мы то на озере что-то делаем, там лавочки, то здесь, пожалуйста, вот как хорошо. Депутат Приморского законодательного собрания Игорь Шафлер назначен куратором Артемовских организаций общественного самоуправления. Для координирования работы создан штаб, который уже изучает работу ТОСа. Впрочем, в общественном самоуправлении работают люди инициативные. По инициативе ТОСовцев благоустраивается уже не первый год наше озеро Лотосов. Большую помощь в ТОСу оказывают и наши организации, и Артемовская ТЭЦ, и предприниматели, и депутат нашего округа Шафлер Игорь Владимирович. В микрорайоне птицефабрики Уссурийская ТОСы озабочены и благоустройством, и детскими площадками, и лестницами, помогающими передвигаться по крутым склонам. Житель нашего дома Антона Куранда помог мне с экскаватором очистить территорию, вывезти. У нас там ливневки нету, мы отвели воду от дома. Помог депутат Авдеев, директор Артемовской ТЭЦ. Мы поставили шведскую стенку у дома, отсыпали щебенкой подъезды, очистили территорию. К начальнику штаба Екатерине Гребеневой обращаются представители других общественных организаций, спортсмены, жители, которые охотно помогают в украшении своей малой родины. И делают это с большой любовью, как, например, пенсионеры, супруги Меркуловы, превратившие окрестности захламленного болота в красивый уютный уголок. Александр Васильевич, вот это все сделано кем? Ну, я делал сам, с бабушкой. И с ТОС-то? Ну, ТОС помогал немножко, конечно. Дети помогают. А для чего вы это делаете? Для души, чтобы красиво было. Конечно, депутату Шауфлеру забот на округе хватит. Но то, что в Артемовском люди живут неравнодушные, хорошо для всякого начинания. Настолько идет сплочение и объединение людей общей идеей, общими замыслами. И когда есть небольшая подпитка финансовая от государства, то люди встают и делают. Зоя Нестеренко, Денис Болтов, Светлана Нурик. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин